Макет называется Меч Робин Гуд, серебро, артикул AG 293. Производитель Толедо, Спейн, они же Гладиус. Это что-то вроде Деникса, да, тоже испанцы, что интересно, которые занимаются всякими такими макетами. И у них класс изделий, я бы сказал, повыше, если быть точнее, сильно повыше. Если взять тот же самый Деникс, они, во-первых, хуже по финальной обработке. Да, у них тоже там в основном замак, это цинково-аллюминиевый сплав. Окей, это понятно. Здесь он тоже присутствует, к примеру, в Эфесе. Или в Гарди, кому как удобнее. Но клинки у них обычно тоже из сплавяки. Выглядит это не очень красиво, это, знаете, вот такой вот серый металлик, ну, думаю, все замак видели. А эти же используют сталь. Все липнет, все магнитится. Хорошо обработано. Хорошая геометрия, я бы сказал, особо каких-то косяков завидеть не могу. Разумеется, для рубки хазар данный клинок не подойдет, потому что, ну, а геометрия, он квадратный, тут нет никакой заточки. Второй момент, здесь опущен металл, если вы его будете банально точить, он у вас не заточится, либо покрошится, либо испортит камень. Ну и второй момент, да, разумеется, в районе Гарди, он, конечно же, ослаблен. Любой серьезный удар, это дело у вас отвалится. Ну давайте по самому продукту, довольно длинный меч. На фоне меня, думаю, видно, да, не знаю сколько, сантиметров, наверное, 70 клинок. Я так понимаю, это полуторный меч, то есть можно работать как одной рукой, хотя, не знаю, тяжеловат, хотя, скорее всего, настоящий клинок был бы легче. Ну, либо в доме. Это не двуручник, ни в коем случае. По внешнему виду, не знаю, по исторической ценности, наверное, ценность здесь ноль. Я сомневаюсь, что Робин Гуд будет бегать с таким мечом. Какая-то это, видимо, их свободная, вольная интерпретация. Здесь на клинке, видно вам, нет, идет отравление Робин Гуд прямо на металле. Единственное, что я бы, конечно, отказался от брендинга, вот от этого. Мне кажется, да, понимаю, изделие не про историчность, но внешний вид немного портит. К остальным же деталям особо претензий у меня нет. Замак они великолепно обрабатывают, ровненько покрашено, хорошее литье. Ну, тут, конечно, без косяков скосжизамом не обошлось, но можно как-нибудь заново перетянуть, это будет стоить 2 копейки. Для чего это? Сомневаюсь, что это для каких-то там исторических, реконструкционных, реконструкторских, ивентов. Это что такое, что-то такое а-ля там косплей, аниме, ваха. Откуда-то оттуда. У нас в ассортименте. У нас в ассортименте. У нас в ассортименте. У нас в ассортименте.